доброго времени суток друзья и мы продолжаем развиваться в цирке за россию на россию конечно же значит что у меня туда барбары 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 задолбали либо из лука через 8 ходов уже будет готова и мистицизм соответственно через один ход изучится здесь я отступаю хотя нет я не отступаю я вот тут вот сейчас закреплюсь восстановлюсь ближе подходить не хочу потому что там копейщики все-таки могут на меня напасть еще дополнительно и соответственно дуболомы не справятся нихрена я люблю повторять что исповедую воинствующий мистицизм я абсолютно уверен в существовании некоторых вещей которых не знаю хорошо урия утихает новое задание города государства кадриф и разведчики обнаружили кадриф то нет меня хотят орошение озовиться и здесь города получают плюс 2 единицы энергии за каждый такой себе вот сюда я вкладываю так и у меня новый сузеем и теперь получаю бонус культуры правильно же понимаю вот этот не дает бонус культуры а йон район где здесь расшифровка да лавра дает плюс 2 культуры супер работает работает как надо дополнительная культура теперь я смогу более быстро формы правительства менять и где-то здесь проживает племя то бишь мне нужно бежать туда и забирать это самое племя заодно тут разведываю немножко эти решили на меня напасть ну я тогда уничтожаю разведчиков сразу качаемся рашением рашение не так-то просто здесь менить политический курс нить политический курс производства вот этих вот ребят окно сейчас у меня война именно с варварами поэтому не самое интересное одно производство мне много не дают вот великих пророков великих пророков надо бы я не могу у великих пророков поставить даже упал палпана то есть здесь я ничего не меняю но самое главное что у меня есть сюзерен теперь и дает хороший бонус при этом я получаю пшеничку и ртуть тут это совсем неплохо дальше что дальше в трудовую повинность надо идти чтобы потом я мог политическую философию сотворить давайте вот так здесь плюс будет губернаторский титул мастерство изучится потом трудовая повинность ну и ранее империя мне надо 6 это такое придется изучать скорее всего так военная традиция вот что дает бонусы за поддержку с фланга не очень не это интересно пропускаю ход они продолжают на меня переть хорошо получите по башке тогда с этим разобрался надеюсь они снова не нападятся надо ворваться и уничтожить все таки этот лагерь и потом пойти уничтожить вот этот лагерь это важно это очень даже важно здесь у меня сейчас пока что на производство поселенцы построятся население конечно уменьшится на какое-то время но потом мы этот момент исправим все страшного переключу на пищу главное что я смогу поставить вот здесь вот на рисе город сразу же будут тут камень соответственно можно будет построить с помощью этого работника каменоломню пшеницы жалко нету конечно да ладно папа туземцы где-то вы нашли дружественное племя где еще одно то есть я двигаюсь по направлению к этому племени а тут по пути еще одну классом давай тогда сразу этот ресурс необходим для создания лошадки лошадки ну блин лошадки мне нафиг не нужны значит что надо педру продать лошадок срочно заключить сделку лошадки хочешь лошадки вот например 10 лошадок что вы мне предложите папа давай больше лошадок например 30 лошадок нет а не хочет еще раз заключить сделку я тебе сразу накидаю побольше вообще всех мне нужно с него денег содрать то вы мне предложите и монет на 3 ходу слабовато на самом деле 7 ходу монет блин у меня 5 доход а так еще плюс 7 глядишь я смогу себе торговца купить уже блин давайте продам лошадок мне они нафиг не нужны конницу я делать сейчас не планирую поэтому пока есть такая возможность нужно продавать тупаю поближе здесь пока цены ништяк значит уничтожим этот лагерь бандосиков здесь еще возможно что-то интересное будет у земцев этот развивается гаденыш построил форталезу ну вниз мне нет смысла вообще эти прям совсем здесь город поставлю и вот здесь оборона у меня будет рядом женевой еще конечно можно было бы вот здесь город у него прям на границе поставить он тогда точно разозлится а мне ну надо мне но не надо а по еще вес город государства слушайте нифига себе военную традицию хочет вдохновение неизвестный игрок уже там сузерен уже невы сузерен педра блин загаденыш уже гаденыш первый раз обращая город в свою религию помощью религиозного юнита вы получаете 20 науки за каждого жителя гор от кстати это неплохо а вот это неплохо военная традиция военная традиция это нужно захватить аванпост барваров как это вообще легко я дополнительные две науки получу себе вот только они опять наплодили целую прорву этих блин гадов придется отступать у меня воинов не хватает то есть я уничтожил ему 1 2 они все лезут и лезут обезут и лезут слишком быстро производят юнитов блин ну ты вообще туда влез конечно не в тему ладно укрепиться восстановиться тут отступаю на свои земли а что буду от обороны играть отсюда тоже приходят отсюда приходят оттуда приходят на этих напасть отпинать получить опыт только здесь нужно еще здоровья понятно написано а где опыта сколько ему понятно и понятно сколько опыта мне нужно 30 чтобы золотой век выйти принципе еще пока что вроде бы эпоха не заканчивается есть немножко времени дальше я не пойду здесь укрепиться восстановление 1 сюда попёрся 2 сюда попёрся вы чё прикалываетесь почелы там все забыли и пицца происходит большой бассейн кто-то построил неизвестный игрок колебали они эти чудеса света строить лук и я пустил не знал я где она упала хорошо значит есть белковая технология то бишь луки это супер дальше выхожу в горное дело и в обработку бронзы и каменную кладку тоже надо бы каменолом не построил ускорю каменную кладку что здесь древние стены и стены мне по-любому понадобится какая-нибудь зараза захочет на меня напасть я даже в этом не сомневаюсь или захочет напасть на женеву или он на нанмадол женеву без нельзя позволить чтобы уничтожили очень хорошие города государства никак нельзя их терять здесь поселенцы буду через шесть ходов это супер город конечно у меня ни хрена не развивается прям очень медленно максимально медленно я бы сказал вдохновение без труда лишь тростинка которую колышет ветер хорошо антим аварийские юниты а также юниты ближнего дальнего боя можно ускорить блин плюс 5 мощи против варваров это конечно мощно но мне нужно будет сейчас как только поселенец будет готов заняться очень важным вопросом то бишь подготовкой армии иначе без военной мощи будет все плохо давай я поставлю сразу вот этот политический курс а еще наверно политический курс на создание строителей что один производство строители строители но один строитель у меня есть 2 мне пока что не нужно нет не буду менять все таки производство уже в каждом городе по одному производству это сильнее чем более быстрое производство этих ребят тем более я планирую производить именно армию мне нужны прачники которых я буду делать в лучников золото у меня капает значит я торговца смогу купить за 560 отправить его создать торговый путь получать дополнительные монетки ну либо науку либо культуру пищу что-нибудь полезное этот восстановился и продвигаемся назад ну сражаться пока сюда чехот по идее варваров не должно быть потому что варвары оттуда не прошли бы без меня не проходили здесь без педера тоже не прошли бы тут в лагерей варваров нету спокойно смогу пройти ага так вот подстава здесь оказалась прятались от меня в горах на равнинах окружают гады нормально он так меня пробил и толпой наваляться будет откровенно неприятно следующий ход придется сразу отступать не справляется он по не справляется тем более мощи я убрал 5 вы отсюда уйдете нет мне бесить и он засранцы где простаивает разведчик вали свали ну пожалуй неужели неужели и оттуда дуболомы идут блин чё творится отступая в город никак не выходит у меня уничтожить этих варваров дурацких попай сразу сюда посмотрим что я тут смогу получить пока что и следующий ход один дуболом другой дуболом значит здесь разведчики 60 веры ну блин а хрена мне 60 веры чё я с этим буду делать великие люди 40 очков уже набрано принципе пророка я получу плюс один счету эпохи давай теперь топай туда разведку поселенец готов оракула предлагают построить на 67 ходов во первых очень долго есть места конечно ну зачем оно мне надо не самое плохое плюс 2 влияние своего типа можно либо великих писателей или только великих писателей а только великих писателей также на миницианство меньше затраты будут культура вера устроиться слишком долго оно того не стоит он умен дает лояльность сейчас лояльность не нужно тут сразу производство лучников кстати неплохо 11 ходов всего лишь этим политическим курсом давай лучники мне понадобятся стопудово начинаю единственное что рост через восемь ходов даже так а если я уберу и поставлю пищу плюс пищу и сколько ходов через два вот так лучше вот так прямо получше объединяем с поселенцами и побежали сдавать новый город барбары барбары окружают меня гады такие а во 19 ходов ну потому что производство упало и как только город апнется я смогу опять на производство перейти и создать лучников уже разлучников разлучников куда у меня расширяется кстати город этот жди варвары мне блин не дадут ни хрена сделать не пойму а вот один ход сюда зачем зачем мне сюда просто клетка без ничего ну за счет того что нанмадо мой сюзерин я теперь хотя бы здесь контролирую ситуацию вижу что происходит мне нужно добраться вот сюда вот до риса и прям на рисе поставлю я город потому что нужен выход к морю здесь будет болото и сушить как только орошение изучу порошение же правильно да осушать болото и можно собирать бананы бананов здесь нет а болото осушать это было бы неплохо а потом построить ту же самую фирму какой город вырос 19 ходов до роста следующего оставить так или на производство переключить давайте наверное я оставлю пока что так мне очень нужно вот это вот науки переключаю вот данной линией все таки хоть немножко побольше производства ученики более быстро завершаться два производства больше это интересней какой-то город государства захватила бразилия там развернулась она внизу нормально так принять это хочет хочет у меня купить мирового влияния за 76 монет слышь ты мужик у тебя ничего не слипнется 76 монет это вообще ерунда примерно ничего это он охреневший вообще максимально я бы сказал охреневший мне тут прикол в том что нет каких-то плодородных земель нет примерно ни хрена мне было бы неплохо вот здесь еще отселиться конечно если оказался в яме хватит копать хватит копать да это что значит разграбить дорогу нет дороги мы грабить не будем зачем она мне нужна это нам не надо наука библиотека пока что не до этого совсем порты бы два морских ресурса это скоро будет первым делом идем в обработку бронзы очень важный район военный здесь что здесь тоже болото я правильно понимаю если я основываю да удалит болото то есть будет меньше еды блин ну ты конечно не подставляешь капитально если я поставлю на каменоломни там не будет ни хрена воды но потом я смогу убрать болото и болото город вырастет здесь по идее я еще могу воткнуться ну давай ладно следующем ходу попробуем он там по более сложная межтропическая алювиальная равнина на планете и наверное наименее изученная ее часть о как разведчик прокачался и здесь культура и здесь у нас культура по потягу пачоку 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 рад с вами познакомиться по кучу пачок это война происходит или то что я это вулкан по чаку пачоку конечно тут хорошо воткнулся здесь бы город вообще было классно поставить вот сюда сразу вот эти две клетки из пищи и с этим но он это вот этот пока чу пучу 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 паку пока как а он на ранних этапах очень даже неплох силен эту эпохи есть еще нужно 6 к счету эпохи получить в золотой век выйти хотя бы тут уже торговцы вовсю катаются с меня зажали бразилия снизу и вот эти инки же это это да инки и он неприязнь сразу ко мне его инка поганец значит с этой стороны у меня будут проблемы основные вулкан сейчас спит понял спит вулкан и здесь у него сразу несколько городов прохода нет у меня заблокировал ясно ставлю город таком случае я воды здесь вот выхода к морю ни хрена не будет скорее всего не смогу порт поставить до этого но убирать болото просто так не хочу поэтому ставлю здесь мы решили основать город на пологом берегу где шумит океанский прибой но эту низину может затопить если уровень моря поднимется мысли о каком на каком берегу да бишь ладно на берегу видимо все-таки таком случае сразу надо строить лавру либо амбар куда поставилась на хавчик все правильно вот закрепить хавчик развитие города 23 хода жилья маловато откровенно но что поделать и у меня сразу есть здесь оливки есть еще алиса то есть я могу ферму на лисе поставить правильно уже орошение не надо здесь орошение не нужно вот это хорошо ты давай возвращайся будешь защищать а вы тогда сразу топайте сюда не нужно продвинуть орошение производства совсем мало прям откровенно мало мне здесь понадобится строители но очень долго их нанимать будет амбары жилье дадут либо все-таки лавру и на побережье вот здесь вот где-нибудь строить когда они будут две культуры давать и культуры это неплохо вот здесь затапливает и здесь затапливает две культуры две культуры ну и плюс великого пророка еще очки будут капать да и амбар дольше строится нет давай сюда строю лавру поехали скоро будет уже губернатор поможет мне сильный губернатор недостаток жилья да я в курсе так так жилья иначе город был в лед вырос если бы был достаток тут 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 8 уже кстати культуры нормально по культуре вполне неплохо поражение еще один город государства был уничтожен захватывают там города государства активно прохода нихрена нету вот так вот как-то пробегать разведывать здесь обстановку а сюда здесь вообще в горы 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 косогоры вот этот меня пинг заблокировал скоро будет готова трудовая повинность мне никак не поможет и правительственная площадь которая даст губернаторский титул надо будет ее строить надо будет после лучников заняться этим важным вопросом правительственная площадь это очень даже важно врачники смогу я упаку ценных принципе наверно мог бы мой разведчик справиться маленск будем развивать смоленск вы пойти сюда вы продолжаете свое движение построим на рейсе ферму претензии бразильская империя объявила войну анмадол ты чё хренел совсем теперь мы можем назначить губернатора губернатор отправленный город теперь мы готовы выбрать место для крепкая экономика начинается с крепкой хорошо обученной рабочей силы хорошо приноту то что он моему за зелену объявляет войну вот это отвратительно просто у меня нету ни воинов ни хрена меня блин осаждают варвары а этот бразилье охреневший край просто охреневший где-то здесь туземцы давай тогда сюда за туземцами какой-то бонус интересный женева объявила войну на анмадолу сейчас еще они между собой подерутся как мне его оттуда выбить примерно никогда получается правительственная площадь это будет второй я могу конечно воткнуть туда посла губернатором но пока он будет идти скорее всего они подерутся такое себе но как вариант дипломата давай назначу женеву я все-таки нужно выбить этого года уже в пути к месту своего назначения до чем-то ему нужно насадить будет плюс два посла как минимум он не будет с озереном женева не будет с озереном этого педро из бразилия города не такого высокого уровня но как минимум это неприятно максимально я и там и там воевать не смогу лучника придется срочно туда перенаправлять сначала уничтожить вот это а потом перенаправлять этот стоит ожидает через город видимо они не хотят здесь рядом идти трудовая повинность готова так я не выполнил и здесь придется изучать 26 ходов раннюю империю потом выходить политическую философию либо пока что в драму и поэзию выйти театральная площадь театры там не ничем не поможет там не губернаторских титулов не послов ничего нету интересного я выбора тут нет особого давай бегом ну бразилия просто охренела в нам модули поставлю лучника как бы вот эти дуболомы и женевы но они вроде бы пока что не против меня соответственно у меня есть немножко времени ты укрепись восстанавливайся здесь давай-ка на этого нападу вам нет этого недостаточно вот же гадство потом туда этого оказалось недостаточно ни хрена здесь значит можно собрать еще но я не буду этого делать здесь жилье как раз городу не хватает жилья и дополнительная пища орошение продвигается задание выполняется посла получаю дополнительного кардриф районы в столице только будут быстро строится об этом не сильно как-то нужно было правительственная площадь в Женеве это нужно сделать по любому и провожить торговый путь в принципе у меня денег должно хватать но эти варвары варвары если бы они ездили здесь то нормально как он будет этот торговый путь проходить непонятно торговца я куплю в любом случае восстанавливайся на следующем ходу да я смогу это сделать эти гады уже тут на месте атакуют ну там трое дуболомов какое-то даже четверо какое-то время продержится сейчас еще мой губернатор подъедет Женеву выбьет Мехико это он по верхам едет гад такой едет по верхам три золотые монеты и здесь его могут запросто поймать какие-нибудь гады разведчики поэтому пока что я не буду этого делать тем более Мехико мне ничего не даст совершенно ни хрена ты жди на следующем ходу появится в принципе лучник уже вместе с лучником мы отобьемся как здесь дела закреп можно убрать поставлю закреп вот сюда интересно сейчас у меня обработка бронзы тогда не так важна давайте в ворошение пойду это будет поинтересней чтобы я смог собирать болото апнуть город строить плантации тут еще висячие сады рядом с рекой но у меня тут нет ни хрена ни реки ничего вот здесь водяное колесо очень нужно будет в этом городе и пока что отдыхай рудники 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 на хлопке построить на оливках построить это последняя штучка последний заряд получается утопай сюда пока что здесь выбиваю этого захожу 220 монет неплохо совсем неплохо 220 монет и плюс 1 к счету если меня еще вот этот прачник не хлопнет идея разведчик то прокачанный не должен он его прачник то выбить 200 монет это очень хорошо очень сколько сейчас разведчик стоит ой 360 монет так так я и на строителей накоплю на вторых они мне как раз уже нужны нормалек пропускаю конечно же атакуют выживает выживает мой разведчик молодец я могу апнуть прокачку раз выберем видимость может перемещаться после атаки ускоренное передвижение по обычным и тропическим лесам давай вот это ускоренное передвижение он же все таки разведчик на хрена мне передвигаться после атаки это не нужно это разведчикам нафиг не надо вот дуболомы у меня восстановились атакую лучником я достану нет ни хрена ну тогда этого высекаем этих гадов прокачиваю бойцов и правительственная площадь требуется население 4 выше блин рост через 8 ходов у меня как раз на пище да сейчас да все на пище здесь нужно цитрусовую ферму построить по любому поэтому мне нужен этот самый работник можно конечно подождать 15 ходов я подумаю как лучше тут поступить следующий строитель будет еще не скоро будет совсем не скоро я бы сказал что же мне здесь раз правительственную площадь я не могу сделать оракулы мне тоже не нужны монументы не нужны заказать строителей или заказать еще разок лучников лучники наверное будут поважнее 37 ходов поселенцы это очень долго оно того не стоит а вот воевать кем-то надо поэтому заказываю еще раз лучников потому что мне надо и смоленск защищать и с варварами сражаться торговые пути защищать тоже поэтому лучники лучший выбор города государства просто щелкают один за одним нашли тоже мне легкие цели куда вы побежали дурачье что вы творите ой 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 они блин сливаются так тупо сливаются ну ну баломы не достают лучники прекрасно достают убиваю здесь я никуда не пойду просто укрепиться пусть сами подходят что с прачниками делать нет я разведку провожу нафиг они мне нужны эти прачники здесь надо посмотреть много медных шахт целая куча медных шахт вот все ну ну это с тут тут так здесь посмотрим ну а на чем михалыч атакую получайте гады раз вы приперлись на мои земли здесь можно не осушать принципе а построить еще одну ферму и тогда по идее станет 5 еды опять еды это уже очень мощно смоленск за счет этого сможет вырасти тем более домики построятся боли это все-таки давай смоленске строю ферму папа теперь сюда так 7 так 6 надо плюс единица получается эти поля на болотах вообще просто офигеть 5 еды дают класс за счет обилия пищи и теперь жилья еще дополнительного рот через 6 ходов до второго уровня вот это хорошо вот это прям хорошо еще одного поселенца вот сюда а потом еще хлопок построить и соответственно камень мне надо работников ой надо работников ё-моё как мне надо работников работников скорее всего придется покупать за денежку это есть там монет у меня есть по 11 заход еще какое-то время на строителя должно хватить производство лучников тоже очень важно наконец-то губернатор прибыл и что и этого недостаточно этого недостаточно чтобы выбить педро педро ну нихрена себе у педро четыре посла ну ты педро блин мой план провалился конечно назовение под военную традицию это я сделаю это я по-любому сделаю ранние империи изучаются долго блин тут осталось два дуболома несчастных тоже покоцанный причем это какие-то уже не вы взятые бойцы как бы я выбил и войска женевы бы перешли назад за счет женевы захватывает просто ага такой хитро мудрый ты одного посла где мне взять одного посла вот где мне взять одного посла еще пока что не набирается надо что-то с этим придумать вот здесь у нас послы тут губернаторский титул это не то посол будет создайте свою религию великие люди еще не скоро а два это очень долго блин и не успеваю я а так бы создала религию получил посла вот и как минимум можно было бы вот здесь место политической философии воткнуться сюда за 26 ходов изучить а куда там за 26 ходов все равно через раннюю империю идет а была мига тогда не выйдет очень жаль 12 ходов еще один лучник потом можно будет политический курс изменить здесь опа еще один лагерь варваров ну блин если этот гад сейчас нападет на моего разведчика скорее всего ему хана вот эта подстава вот это прям подстава жесткая хорошего прокаченного разведчика прибьют я могу атаковать по сути он восстановился а то ценного дуболома вражеского маленько попинать опять он что-то чудит бесплатно теперь городу государству кадриф объявили технологии и социальные институты и вскоре мир вступит в новую эпоху начинается через десять ходов до свидули до объявил войну инки кадриф объявили войну вы чё хренили начало хренили там все это было ожидаемо на самом деле кадриф стариковато главное фест не отдать нам надо точно нельзя отдавать кадрифта как-то пофиг а вот она модул уже дуболома последнего выбили всего лишь третьего уровня лучником бежать на всех парах мне сначала нужно отбиться такую есть повышение хорошо атакую сильны туда в разведку не иду давай-ка ты топай сюда пойду этот лагерь и надеюсь он вот так вот не побежит пачка пачку петек объявляет войну на всех фронтах просто задница полнейшая происходит мне нужно еще за 9 ходов получить 4 это достижение никуда не денусь этот отступает от такой мне лучником тоже достаточно долго бежать но надо бежать иначе нанмадоу звездец иначе просто будет звездец нанмадоу беги сюда тут я возвращаюсь и восстанавливаюсь здесь крепится до извечения лучник готов к повышению мощь подымем попытаюсь как-то перестрелять этих вот на колеснице уже уёблется ты колесниц там только не хватало могу и не успеть могу и не успеть если он его захватит потом им воевать и так и так воевать придется рост через два хода очень медленно лучники передвигаются очень прям медленно расфигачат они просто за это время просто расфигачат а может быть мне переместить торговца и в мехико отправить вот отсюда и смоленка смоленска ну-ка давай есть и другой город смоленск вот отсюда если я отправлю торговый путь в варвары не могли дотянуться получать уже бонус беги давай беги блин лежать им очень долго они его распотрошат мед дурацкими колесницами здесь он отсюда выходить хотя бы не будет оборона была разграбил шахты его из золота получил свою кучу продвинулась ранняя империя город получил второй уровень прекрасно то есть быстро смогу это сделать и теперь я в мехико вот по этой дороге могу отправить вот это совсем другое дело проложить торговый путь в мехико там только золото если в бразилию точно нельзя иначе будут проблемы здесь дополнительное производство тоже было бы хорошо но мне надо таким выполнить мехико у меня стал сюзереном давай вот так торговый путь приносит в казну до продвинулись деньги выполнил квестик здесь правительственная площадь и здесь военные традиции которые я никак не могу выполнить потому что этот педро дурацкий достаточное довольство и недостаточно жилья и того и того не хватает в итоге рост через 33 хода долго долго а если подожди если вот так сделать и сколько рост и 24 хода но тогда 20 ходов а так непонятно сколько будет можно еще поставить в принципе на золото дополнительные это и золото чтобы быстрее а у меня уже все закончилось по любому придется ставить тогда сюда мне нужно золото купить работника мне нужно золото за счет продвижения ранее империя изучится более быстро и я смогу политический курс сменить соответственно дополнительные законы поставим это очень важно ну давай так я походу не успею все таки она на долл хотя может быть свалили все эти гады давай бегом нужно разобраться с этими дурацкими барбарами там покоться на эти если я быстро ворвусь уничтожу даже ценой барбаров своих дуболончиков до воинов лагерь мне нужно уничтожить и выполнить задание этот каденыш отходит и продолжает штурмовать одним разобрались прачник теперь туда ну держится пока что держится я возможно успею даже добраться хорошо хочу такое не показывает настолько далеко ходит что даже не показывает ого с этим можно разобраться давай 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 бегом 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 еще один дуболом да еще один дуболом на попробует до лагеря барбаров добились она ними окружают еще и даже прачники не получится ни хрена не получится ни хрена примерно отступаю делу а блин конечно было бы хорошо если бы я выполнил вот эти два квеста но увы и выходит не как еще с довольством проблемы 0 довольство из одного летаем совсем беда еще и жилья на следующем уровне не будет хватать 9 и 4 самое обидное что я не выйду в золотой век а прям самое обидное мне нечего такого выдающегося совершить лавра еще 30 ходов строится лучники мне ладно эти с расстояния просто разматывают приятно видеть конечно приятно видеть что я окружаю себя военной мощью но ты не охренел ли там моего с юзерена обижать опа туземцы туземцы еще один лагерь бандосов да что происходит да откуда их здесь только сверху бандосы снизу враги жестко как же это жестко давай сюда хотя вдвоем не справиться укрепиться пусть нападают в принципе боевой опыт мои бойцы получат ой лучники как хорошо пробежали сейчас и орошение и ранее империя напали сами самоубийцы целая куча прачников и снова мы можем расширить наши возможности управления можно супер значит получаю я губернаторский титул магнус плюс 50 процентов сбору урожая и тут логистика избытков значит назначаю я его в санкт-петербург магнуса без любви живут тысячи людей но ни один излишество погубили римскую империю вот к примеру кондиционеры из-за кондиционеров окна были закрыты все теперь создание юнитов политический курс хотя это военный это военный а этот производство уменьшит но зато на создание поселенцев на 50 процентов меньше давай давай вот это поставлю вот так блин проблема в том что лучника я туда не могу никак вывести отхожу сюда лучником отбиваемся прачников в первую очередь гасить прям под осадой варваров находимся жесткой осадой варваров здесь нужно объявлять войну этому педру причем это не считается агрессией он нападает на моего сузерена и это не считается агрессией в смысле в смысле он должен знать что это мой сузерен и значит это война однозначно раз он нападает что за прикол такой ну бразильяшка выдвинуть требования у него три города повод для войны я не могу ему войну объявить хотя у меня есть претензии войну возмездия не могу объявить потому что не осудил войну золотого века потому что тоже не осудил ясно значит надо его осудить я его осуждаю и 25 претензий внезапно 150 нет давай осудить гада ну что ты не смей не смей просто не смей надо обижать здесь я атаку да не в бою повышаю нарушение готово письменность это конечно важно но мне кажется колесо колесо это более важно сначала изучу это потом обработку бронзы а потом уже письменность пойдем там можно будет скорректировать теперь я могу построить правительственную площадь висячие сады за 39 ходов вот сюда висячие ходы ходы сады ходы сады сады ну и за 12 ходов правительственная площадь это тоже очень важно вот сюда поставить правительственную площадь поселенцы за 22 хода нет давай сначала правительственную площадь построим вот здесь вот на побережье дальше что тут опять 60 веры да ну да ну плюс один к счету эпохи но этого недостаточно этого блин недостаточно золотой век я не выхожу то этим вот 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 шин example потр quedar вот там н ферму чтобы город рос петербург и важно чтобы рост 28 ходов вырастет еще сейчас пища катим в науку воткнулся раздражаешь давай производство давай производство быстрее построим правительственную площадь быстрее дальше начнем развиваться на хрена тебе наука одна ничем не помогает вообще странные какие-то эти автоматические приколдессы пропускаю не бегает туда-сюда рано себя ведут но кстати сейчас уже больно на на дол пробил варвары щемятся просто главные достижения в нашей славной истории это вдохновит наш история не стоит на говоря не стоит на месте древние века уже закончились а у меня по технологиям не то чтобы закончилась обычный век какое-то устремлением можно выбрать дополнительные за постройку здания ячейки ли шедевра а здесь на построенное здание толку с этого каждый построенный специализированным район добавляет одну очку вот это вроде получше каждый город обращенные в основанную вами религию добавляют плюс 2 вот это еще более интересным исход евангелистов давай возьмем вот это вот направление потому что все-таки великие люди капает капает и накапает я возьму пророка и основу и регио новые квесты дали кардриф уничтожить аванпост варваров недалеко от кадрифа адрид кстати до сих пор не захватили аванпост варваров скорее всего вот этот вот правительственная площадь также это выполнится допустим выбью педра оттуда наконец-то каменная кладка озарение это мне нужно каменного мне построить это можно сделать военную традицию тоже можно сделать великого ученого вот это не так легко вот это уже не так легко а чё такое они не дают мне строить правительственную площадь нихрена далее и мешаются чтоб вас я могу начать строительство еще висячих садов на самом деле два жилья дополнительно и рост всех городов тоже хорошо бы поселенцы за двадцать ходов ленца поселенцы этот порту аллегрии уже воткнулся то есть мне негде сюда уже строится вообще негде если только прям совсем рядом откуда вот сюда тут ничего нет пустыри луга 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 явное противостояние с педру будет педру педру чтоб тебя ладно и на этих бить не вариант потому что мне нужно прачников уничтожать охреневших максимально охреневших убиваю прачников здесь еще дальше отхожу пусть они попытаются добраться ну и теперь когда я могу ему объявить войну этому году вот для войны я не могу ему все равно войну объявить есть четыре хода только а хватит ли он через за четыре хода непонятно если он подведет колесницу то запросто и что же что же что же и как же как же как же поселенцы поселенцы линца в моим тут этих оливок немерено просто немерено только леса если можно воткнуться где-нибудь здесь принципе неплохой вариант или вот здесь хотя бы тут уже не пол не получится нифига потому что до всех сторон ты труд развлекуха веселая женева на модул куда-то реально сюда либо вот вот тут совсем во всем вот здесь вот где-нибудь янтарь добывать рыбку но это явно будет война потому что претензии там насыпет тонну мегатонну и будет на меня нападать это по-любому лучники еще даже без курса лучники 11 интересно как так получается даже правительство изменил а нет я не изменил я поставил просто поселенцев вот она чем то есть не могу и тех и этих сразу и и вашим и нашим ладно мне все таки сотворить такого такого и такого лучники нужны защищать города поселенцев наверное сейчас рановато потому что ну реально некуда их там барвары здесь враги а защитить города я не смогу поселенцев просто убьют либо захватят мои города висячие сады начать это тоже не самое давай лучников еще мне кажется самое лучшее решение здесь укрепиться лучники озвучники здесь и разведка 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 водочек тут наделали эти барбары охренеть просто еще кто-то повержен а кто повержен неизвестный город государства здесь атакуют город серьезно и с той стороны еще осада барбаров продолжается туземцы блин на туземцы в том берегу туда только вплавь но здесь везде варвары галера моего разведчика то не приняли повержен это точно не нанмадол эти не справляются первым делом прачников уничтожить потому что они безнаказанно атакуют это не устраивает здесь укрепиться исцеление если они перейдут реку буду фигачить из мехико ко мне ездить торгуют сфигаси может быть я все таки успею педро выбить отсюда если разберусь с варварами то вполне себе это возможно ну да все таки решили атаковать хрена себе ого а чё так много ты дамажишь я в шоке просто просто в шоке дайте мне глянуть женева под контролем их цивилизаций мы мне показывают а вот показывают также четыре посла у него что выбиваю прачников надо отходить от берега иначе моих разведчиков прибьют ой 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 да что ж везде варвары везде просто везде какой кошмар вот это надо забрать перед этим надо бы полечиться опять же лепиться восстановиться вроде бы он не справляется это хорошо на моду долго держится этот сразу убегает хилиться продолжает его закидывать колесница опа копейщиков на него вот это ты молодец только надо было копейщиками на колесницу идти за глупость выходить дуболомами что нефигел ли куда-то собрался есть повышение шикардос куда это вы собрались ребятки слишком смелые что там насчет войны через один ход я смогу объявить ему войну перебить этих гадов которые атакуют и пойти чего-нибудь разграбить ему и сжечь раз он такой охреневший так а ну-ка давай забираю плюс один посол и чё серьезно обратно у меня еще хода было просто куча крепится тогда до извлечения посол это классно посол это прям вообще можно в женеву воткнуть можно воткнуть в женеву либо вот сюда в фэс нет давай в женеву потому что это очень важно сейчас два счета эпохи не вовремя два счета эпохи но 44 если наберу будет золотой век следующий уже мир с нанмадолом он уже эти войска все послевал это его войска да это его войска колесница вот кстати женевские дуболомы одни есть хотя бы минус они уже легче будет уже будет легче здесь как дела здесь 24 хода до роста у меня еще денег не хватает чтобы купить работников здесь укрепиться само собой мехико бы мне помог с этим его лезут варвары лезут лезут нападают да убили убили разведчика моего эх блин гады губернатор прибывает в Санкт-Петербург а на самом деле его надо бы переназначить на сборы ресурсов вот в этот город и собрать здесь болото чтобы больше пищи получить это было бы более оптимально давай сменить назначение и Смоленск переезжай это более важно сейчас будет лучники готовые к повышению но повышать сейчас не вариант потому что нужно разобраться с этими гадами которые меня хотят прибить нормально а теперь атакую вот этих нормально разведчика конечно победили но много хорошего сделал здесь разведал эту всю обстановку пособирал послов веры неплохо вера мне пригодится чтобы обращать так сказать в свою веру города получать за это то правильно науку вот это же да нет не этот вес нужен нужен вес выполнить квест будет один а потом выбить нужно отсюда покачу пока т.к. варвары лезут и лезут что происходит давайте посмотрим три посла у него песен плохо очень плохо сколько здесь 106 из 180 ну хорошо это можно сделать добиваю вот этого поганца вот этого поганца давай вот этого добиваю и возвращайся укрепиться не придется даже войну ему объявлять если вот это не пробьет то не придется ему войну объявлять дополнительные претензии создавать а принципе могу уже да нужно чтобы нарушила обещание то есть нет нет только вот такую нет это очень много претензий это в крайнем случае это в крайнем случае только этого гада убить тоже мерть врагам которые атакуют нашу родину восстанавливайся давай теперь повышение если находится в улучшении которое усиливает оборону способность здесь или в таком же районе гарнизон прокачаться дуболомы не собираются уходить значит сейчас с ними разберемся мои войны будут готовы скоро уже сражаться и надо будет разобраться с аванпостом это и хода я должен их выбить лучники построиться и закончить правительственную площадь пока что лечись до полного восстановления выздоровления cuerpo пупу пупа п п пер террасл это плаваяaren hobby моей либо и третья какой стороны он прибыло тот мореходице 非 плаватель прыж был смоленск супер новая цивилизация с 1 к счету и чем то есть он не справляется он колесницей на копейщиков натыкается и все мы прекрасно чем давай я подойду поближе посмотрим зуболомы погнали здесь высекаю этого гада ситуация налаживается потихоньку передумал он это чудо передумал ну по 7 здоровья он долго будет гулять очень долго а этот сможет принципе построить дополнительных войнов извержение тому инка этого происходит постоянно ибо нефиг правильно сколько кстати производства разведчиков 9 ходов хайна 7 разведчика жалко было потерять максимально жалко ну в любом случае теперь мы наступление переходим и нужно уничтожить вот этот лагерь срочно и стой здесь потом отойдешь в смоленск когда уже не будет необходимости здесь присутствовать как только я выполню машиностроение продвинулась упер вот это кстати офигенно вообще машиностроение долго конечно будет арбалетчики это мощь она будет построить древние стены чтобы ускорить вот это вот сначала построить каменолом ним я скоро уже накоплю денег принципе бы строителя нанять построю каменолом ним и построю две фермы теперь продолжаем правительственную площадь строить это важно в атаку все идем два лучника против варваров вообще легчайше разберутся с ними эти гады уже на меня атакуют подходи и неудобные здесь позиции откровенно конечно здесь укрепиться пока цены много урона лучнику не нанесет фразильцы передумали хочет наверно мобилизовать войска и женевы но я не позволю этого сделать просто не позволю порой колесо крутится медленно реализовать войска я не позволю женеве как раз правительственная площадь построить я смогу здесь вот уже стать зеленом и соответственно из 15 процентов науки когда я не веду войну могу получать это не самое главное самое главное что женева будет выполнять функцию защиты то есть он если он захочет на нанмадол напасть уже него поможет и мне не придется здесь воинов держать это самое главное колесо изучено дальше мы выходим в обработку бронзы чтобы я мог районы военные строить отсюда блинкс сожалению атаковать не получится ну давай фигачу лучниками готова а дуболомами продвигаемся просто дорога проложена все ха 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 колесницу приняли класс просто класс не хватает мне довольство сильно сильно не хватает довольство уровень настроения минус 3 то бунтоваться не не будет никто тут бунтовать очень бахайте через 13 ходов еще вырастет население но с удовольствием нужно что-то придумать это однозначно продвигаемся врачники там уже ничего не сделают но за ситуацией я буду следить если что и смоленская лучники вернуться бой непонятной ситуации поражение кадры все таки до захватил этот гат инк таки этот гат инк захватил кадриф блин его бы по-хорошему освободить бы прям очень хорошо его освободить долго он захватывал но нам надо он не поддался кадриф мне не настолько нужен начинаю расфигачивать об есть второй лучник очень хорошо очень хорошо штурмую лагерь уничтожаю соответственно его дополнительная золотишко и военная традиция ускорилась задание выполненным получен посол дополнительно в весе теперь у меня наука на счет веса в смоленске о нет не смоленске в санкт-петербурге столице достроиться еще правительственная площадь в женеве выполнится задание останется озарение под каменную кладку это я тоже могу вот это вот единственная мехико непонятная фигня учеными у меня нету пока что ничего для того чтобы ученых получать хотя по хорошему бы было очень даже великие ученые в бразилии хорошая мощь у него научная прям очень хорошие этим разобрались теперь нужно уничтожить еще вот это вот и вот это вот хотя они будут появляться снова или всего отсюда пока что не уходим укрепиться кстати кстати а у меня там золото или почти хватает или уже хватает разведчики на дуболомов серьезно ага у них был план но не удалось уничтожить с дуболомами придется отходить было бы максимально обидно если бы от пенали крепится ходи ближе здесь укрепиться есть разведчик какой-нибудь не выскочит из-за угла верно лучше отойду непонятная какая-то ситуевина уже не просто так это сотворил это был у него план капкан этот продолжает атаковать то есть у него война не прекращается принявший тип чем не фигачи то копейщиками своими врачников тоже легчайше просто просто легчайше и здесь укрепиться лучников выведу вот сюда чтобы контролировать эту территорию рых лучников выведу вот сюда буду контролировать эту территорию с этим надо бы разобраться а еще вот с этим надо по разобраться сверху бандосики мне точно не нужны обработка бронзы через тай хода и правительство новое наконец-таки есть из-за возможно да 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 сменить правительство конечно само собой смотрим значит при строительстве чудес света дополнительное производство один ко всем видам продукции всех правительственных зданий и дворцов в городе мощь опыт юнитов здесь дополнительные очки великих людей все города с районом получают жилье и довольство 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 мне не хватает сильно но тут нет военных курсов я могу военные ставить вот сюда принципе как вариант как вариант а здесь целых два военных курса ладно давай античную республику великие люди мне сейчас очень нужен бонус еще бонусы от районов тоже очень хорошие меняем ставлю надо ли вот это мне или поставить против варваров и вообще не ставить военный курс пока что некаэтично нужен дополнительные два золота при строительстве чудес света вот это неплохо мне понадобится давай наверно вот так при строительстве чудес света дальше производства и конечно же влияние послов набиралась более быстро еще можно вот это поставить место производства пока что потому что пророка надо нанять максимально быстро более очки великих людей плюс 15 процентов 4 плюс 15 процентов уже неплохо давай вот так делаем вот так вот это будет совсем 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 неплохо вот и теперь мы будем изучать производство юнитов кавалерии полководцы поддержка с фланга это сейчас не нужно а что сейчас нужно это теология здесь дополнительные послы куда света были но это кстати могу тоже сотворить следуете строительство о чем это до изучать я мог бы конечно пойти вот сюда оборонительная построить военный лагерь но лучше вот так я е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е 8 ходов вот так вот лучше все таки строительство исследовать пока что пойдем игры и развлечения строительство и давать без строительства каменная кладка письменность строительство наверное хрен знает где да вот она строительство у это еще не скоро это еще совсем не скоро этому изучают а пока что идти ли мне дальше вопрос конечно интересный тут по-хорошему бы основать город соответственно мне нужно зачистить эту зону все таки буду продвигаться из четыре хода будет правительственная площадь и я смогу заказать чудо света с бонусами должно нормально построиться 4 а сколько 9 ходов до следующего производства счет здесь два производства дополнительных да ну вообще куда угодно два дополнительных производства мне точно понадобится так но и сейчас то я могу хорошего сделать это купить строителей это сейчас очень важно и на следующем ходу начну строить начну строить много всего интересного и нужного у кана извергаются да пофиг на них давай каменолом ним первым делом пробегаюсь боя нас айрес зеркало для тела это отполированная бронза прекрасно обнаружил я боя нас айрес бонусные ресурсы действуют как редкие дают удовольство это классно великого писателя блин вы чё бахайте какой великий писатель где я возьму вам ну и квеста у вас однако обработка бронзы готова железный рудник я еще не скоро письменность пока что включаю потом надо каменную кладку начинать изучать принципе могу сразу ее начать изучать учитывая что сейчас ускорится это самая каменная кладка по плану капкану продвигаемся тут строю каменно ломню бэм каменная кладка продвигается супер здесь теперь можно на производство переключиться будет и 6 ходов поставлю на производство может быть повременить и воткнуться именно в производство сразу на две пищи будет меньше насколько у меня проведиться золото мне уже по сути не надо давай сразу на производство и переключаюсь вот и дострою быстрее лавру лавра мне начнет приносить культуру а культура будет быстро правительство и всякие технологии полезные давать и задание нанмадова завершено еще плюс один посол афитеатр конечно я нихрена не строю но как минимум меня не выбьют так просто отсюда а модола давать я не планирую вообще вот прям совсем очень ой 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 а ты гад все-таки сюда лезешь да никак не успокоишься. У Женевы нету с Азерина. Правительственная площадь сейчас совершится. Буду я с Азерином. Можно будет провести мобилизацию, но у меня столько денег нету. Харина себе 600 монет. Куда у них такие бабки по 600 монет? Мобилизацию проводить? Вы что? Почему? Хариневшие совсем. Ну ты Педро. Педро, Педро. Пойдется ему вот эту официальную войну объявлять. Он все-таки нам модел хочет. Хочет его. Куча фронтов. Я не могу воевать опять же. Ладно, посмотрим за ситуацией. А тут железо. А железо... А железо... Попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп губернатор на месте значит я могу апнуть принципе не строить плантацию а сушить болото и этим самым апнуть город довольство уже есть но жилья недостаточно павра построится намного быстрее нет с этим спешить не будем этим спешить не будем сейчас нужно таки на бабулечки а бабулесики и содержать армию во первых надо да это принципе самое главное ой пока что укрепиться эти продвигается пусть ученики мои разведчик разведчик не проблема здесь всех расстреливать и подойдут потом дуболом и уничтожат нафиг этого я здесь кстати еще и железо там еще и железо давать постройку правительственного здания целью увековечить и усилить текущих хорошо посол получен все теперь женева а мной в нее четверо дуболомов и как только война будет женева мне поможет тут два копейщика уже и на у них не получится в этих бразильянцев охреневших кстати появился губернаторский титул губернаторский титул это было бы неплохо можно виктора взять например либо епископа идиозное влияние усиливается и кинквизитор возложение рук лечиться за один ход будут кстати вот это нифига себе мощно для оборонительной войны это очень мощно строители получают дополнительный заряд производство увеличивается библиотека еще больше науки и культуры культуры и науки блин но сейчас мне нужно повысить вот этого товарища создание поселенцев в этом городе не уменьшит его население подтвердить это важно эмиссар чё дает теряет лояльность ух ты удваивает количество х но не очень это нужно мне предлагают что мне предлагают построить какой-то из здесь есть очень интересные которые скоряет производства по моему до поселенцев на 50 процентов также еще губернаторский титул и новые города будут получать строителей это очень важно очень важно по ним капец как важно на 31 ход сейчас не вариант лучше висячие сады закажу вот сюда вот давай висячие сады этот гаденыш выбежал что ли я отступаю что ты думаешь я отступающую тебе стрелами натыкаем хитро мудрый копейщик блин ну тут очень интересно здесь конечно нету пищи нихрена но железо железо е-мое железо блин город не будет расти это проблема лучше строить здесь если поставить на железе то сразу будет железо пища производства и наука тоже неплохо тоже в общем то совсем неплохо блины что же делать как же быть она будет как-то развиваться видимо по-другому поселенцев конечно нету это планы на будущее город туда по-любому надо ставить а сейчас нужно достроить вот этот вот пищачий сады этого мне понадобится увеличение производственной мощности которые тут блин нихрена больше нету врача и сколько у нас вырастет тут через четыре хода из четыре хода ладно строитель два дополнительных золота давай сюда золото это тоже очень нужно конечно у смоленская проблема но дальше я вот сюда скорее всего на золото пошлю я с другой стороны вот это тоже пища строитель топай сюда нужно лепесины построить чтобы столица росла лепесины здесь тоже железо есть ой-ой-ой сколько тут железо оказывается ах ты ж ах ты ж да нихрена себе не бегают блин вы чё я в шоке блин просто вот это они носятся однако отходим добью я его да вроде когда и чё серьезно ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой это вот это большая проблема сейчас лучника не будет сейчас лучника не будет этот гад не отступит а он скорее всего не отступит ну ладно чё не поделаешь такая вот беда нет он не стал атаковать а как так это давай вот так вот здесь назад здесь укрепиться укрепиться недостатки жилья пам-пам-пам-пам-пам-пам на долг держится красавчик просто красавчик чего катапульты приехали а вот это уже совсем плохо захватывать конечно неким пока что но катапульты это прям проблема большая проблема я сказал бы как же тут сложно прикол в том что я скорее всего воинов потеряю этот не выбитых но если укрепиться сдохнуть не должен считывая что он еле живой тоже можно будет собрать болото то есть если я куплю клетку вот эту соберу здесь болото соберу здесь болото смоленск вырастет нормально так и бустанется ой бустанется а здесь мне нужно купить клетку чтобы железо заполучить железо это капец как важно учитывая что война жесткая причем война очень жесткая давай ближе подходи педро этот бренд со своими катапультами она письменной заканчиваю потом в каменную кладку и нужно что-то со стенками решать там катапульта еще одна ё-моё чё ж ты творишь ну бразилия ну охренеть две катапульты настроил себе и варвары откуда-то там щемится ой 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 лучники чтоб их значит делиться желание серьезно блин ну варвары да откуда же вы лучников то взяли чтоб вас не тут блин планы не свершаются не там планы не свершаются этот нам надо все-таки очень хочет прям очень сильно хочет он захватить его без как придется мне войну педром объявлять война объявить и рады понючий своими катапультами я просто выбора нет я не могу терять этого сюзереном иначе он потом будет продвигаться на меня это большая при большая проблема еще блин конечно дуболома потерял варвары будут идти пойдет с лучниками отступать тут уже лучники разлучники город я здесь не поставлю теперь получается ни хрена придется отходить и соответственно блин перебрасывать войска сюда 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 на защиту смоленска тут он уже варвары чё-то забыли чё-то уже забыли сейчас начнут блин разграблять все усердно плантация построить плантация только золото дает я думал тут будут апельсинчики давать еду но нет дают золото золото конечно тоже хорошо еда была бы поинтересней еда была бы прямо скажем поинтересней нужно уничтожить катапульту обязательно уничтожить катапульту и мне надо перебрасывать войска уничтожить вот этот вот лагерь варваров те вроде бы далеко и конечно будут приходить все равно вот они несутся уже уже несутся мочи их отступаю как бы вот этот варвар моих лучников не принял даже ближе атакую строит он блин свои катапульты здесь готов к повышению прокачаю чуть позже раз не вариант есть стрелка он уже слабее ой 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 да сколько вас там будет так да сколько же вас там блин будет что происходит со всех сторон просто ладно хотя бы достроила здесь теперь я получаю дополнительные две культуры уже 14 7 культуры более менее здесь надо строить амбар скорее всего до колесница копейщики лучники все очень долго силенцы тем более очень долго амбары до басику здесь надо отступать максимально отступать иначе я потеряю просто всех лучников своих пока что укрепиться этот вернулся на позицию хочет на надо все-таки атаковать я тебе не позволю этого сделать тут войны женевы порту аллегрия решили протачить ох ты ж приноси приноси а шуточки у вас избавиться есть от одной катапульта избавился здесь нужно прикрывать не получится ни хрена прикрывать убежать я могу отойти дуболом до меня не добежит давай вот так отбегаю атакую вражеских лучников кайтим в общем-то в кайтим есть пока что укрепиться вот этот себя максимально странно ведет просто стоит и все продвигаюсь порту аллегри ну лучников нужно уничтожить вражеских вот этим я не достаю вот же блин балом и запинают а если сделать вот так а теперь достаю убиваю тогда есть балом не пробежит отступаю назад веду огонь по коциям его так петербург уже стал пятого уровня дальше 46 ходов это долго это капец как долго можно конечно с пищи перекинуть пока что на производство давай уберу отсюда поставлю куда-нибудь сюда например посмотрим сколько будет ходов плюс 2 производства минус 3 пищи конечно минус 2 золота но зато плюс 2 производства я еще что могу сделать могу убрать вот отсюда китов вот сюда поставить дополнительные так вот так в производство здесь 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 производства почти 20 производства по еде конечно вообще нихрена не растет город будет снижать население у не так не получится так увы не получится тогда сюда давай вот и пища и производства и золота роста нет ладно возвращайся на пищу ходить этот процесс не выйдет увы И самое противное в этом, что я никак не могу остановить войну Нанмадола с этим Педро дурацким. Этот охреневший гад будет продолжать. Можно, конечно, попытаться уничтожить этот порт у Аллегри. Случником я буду атаковать. И Женевские войны затрут его с лица земли. Это было бы хорошо. Ага, этот педрец-мудрец отбегает. Давай атакуем. Давай повышение. Давай повышение и мощь. То есть покоцанный воин не сможет отпинать моего лучника, а на следующий ход я его уничтожу. Куда это он? Ты что? Дядь, что с тобой не так? Ты так попытался скрыться, что ли? Это интересно. Сюда укрепиться. Отсюда я еще вести огонь не могу. Вот отсюда вполне себе могу атакую. Этот потрошит дуболомов. Очень мощно бьет с катапульты. Охренеть. Но в это время Нонмадол восстанавливается. И что ты творишь? Нахрена? Да нахрена? Ладно, продолжаю атаковать. Так мы там нихрена не сделаем. Просто. Просто нихрена. Нас не выйдет. Развращаю я лучников. Мне бы железо получить. Просто потрошат на карте, блин. Города-государства. Потрошат. Достаточно жилья. Но это здесь, в Смоленске. Третьего уровня город. До четвертого. 29 ходов. Там все хорошо. Строится амбар. Как только амбар достроится, будет и пища, и будет жилье. Продолжаю атаковать. Женева, конечно, всех своих обойнов потеряла. Надо продвигаться, уничтожить этого варвара. Стоит и смотрит, какого-то фига. Представляет опасность. Меня это не устраивает. Нам открылись немалые знания о строительстве укреплений. Супер. Супер. Супер просто. Строительство укреплений, это супер. Деньги, 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 деньги. Делай деньги. Делай деньги. Но пока что изучаю деньги. Это важно. Следующий зал будет в моих лучников. Поэтому пора текать. Немножко покачался. В безопасности. Крепиться. Да, это он строителями помчался. Странно. Женева так-то уже шестого уровня. Нанмадол всего лишь третьего. А Женева шестого. Но далеко уходить я не буду. Я вернусь в Нанмадол. Пока что. Опа. А эти хитрецы, мудрецы. Орвались. Ну давай. Раздамажим им. Не полностью, но почти. Хотели избавиться от моих бойцов дальнего боя. И на у них не получится. Опа. 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 О чем будет грабить? Четыре. Оно не смей. Блин. Это будет плохо, если он район разрушит. Очень плохо будет. Очень-очень плохо. Мне в Смоленск нужно еще лучников каких-то направить на защиту. Потому что этот с Порту Аллегри. По любасику. Выдвинется, блин, на меня. Ну да. Сука. Ох ты ж, блин. Ирод погонючий. Прихода восстанавливать. Ладно, не так плохо все. Не так все плохо. Ну, неприятно максимально этой хода. Я мог бы что-нибудь полезное. Вот этого лучника я, пожалуй, отправлю в Смоленск. И он там будет защищать город. И нужно будет еще лучников создать. Вы пока что укрепитесь где-нибудь здесь. Будем смотреть, что дальше будет происходить. Кто будет предпринимать Бразилия? Бразилия, Бразилия. Охреневшая. Когда-то там у меня уже... Блин. До какого? Не успел я получить великого пророка. Кто-то его купил. А теперь надо 465. Ну, е-мое. Е-мое. Моя е. Засада какая. Здесь придется потратить денег и купить клетку. Клетки моря расширяются. Потому что мне нужно железо. Мне очень нужно железо. Капец как надо железо. Одним лучникам туда опасно идти. Мне нужны мечники. Пока что останавливайся. А я здесь разведаю обстановку. С какой позиции я смогу атаковать? Отсюда. Примерно. Ой, топай. Вот этот лагерь бандосов максимально неприятный тоже. Нанмадова хотя бы уже трое копейщиков. Он восстановил силы. Теперь этот бразильянец подумает все-таки. Кто этому сюда соваться? Или не очень? Великий ученый и великий писатель. Это ни того, ни этого я не смогу сделать. Фес бы мне еще взять. Этот план с Фесом был за счет великих пророков. и основания своей религии. Как бы меня не обломали. Пока что я не вижу никаких этих священников. Восемь ходов до строительства висячих садов. Возможно, я смогу это сделать. И на 15% будут быстрее расти. И города. Опа. Опа. Засада, блин. Засада, блин, капец. То развлечение второе. Да. Тут надо отступать, короче. Да, я соваться не буду. Плохая была идея. Игры и развлечения. Ну, а теперь мне нужно выйти в оборонительную тактику. Чтобы стенки построить. Это важно. Это очень даже важно, я бы сказал. Я надеюсь, этот лучник не добежит и не начнет стоять. Ну, обошлось. В принципе. Ты давай, Смоленск, беги. То есть у меня нет войск, чтобы как-то атаковать. Только майские оборонятся. Ты давай в Санкт-Петербург и здесь будешь отстреливаться. От варваров, которые будут вот слева приходить. Тут в Санкт-Петербурге по-любому нужно в военной лагерь ставить. Вот прям по-любому. Я даже не знаю, где лучше его поставить. Либо вот здесь вот. Отсюда только варвары. Либо вот эти инки могут приходить. Но они с другой стороны могут и отсюда идти. Не самый лучший вариант. А если вот здесь поставить, то это будет прикрывать и порт, и собственно по земле. И отсюда, если они будут заходить, то есть атака вот так, атака вот так. И снизу тоже. Так что по-любасику военный лагерь нужно будет ставить где-то там. Ты восстанавливайся. Бразилия, Бразилия. В Бразилии по-любому там до хрена, да? УП, Педру. Они в античность уже перешли. Я отстаю. Просто капец. Просто капец. Если он пойдет с арбалетчиками, какими-нибудь жесткими мечниками, они меня распотрошат просто. Стены нужны. Срочно нужны стены. Прям срочно нужны стены. А еще мне нужны научные центры. Надо развивать науку. Посол появился. Появился посол. Мне посолов надо вот сюда отправлять. С. Все-таки план еще может представиться. Дополнительная за счет этого наука может быть получена. тут уже 329 в принципе по 6,9 заход не так все плохо. Более-менее. Тут нормально укрепиться. Теперь я, пожалуй, все-таки приобрету вот эту клеточку. Вот. И сюда нужно построить шахту на железе. Во-первых, это ускорит обработка железа и мечники. Мечники очень мне нужны будут. Для этого мне надо после туда света сразу же зафигачить. Сразу же. Что мне, кстати, дают это? Лояльность тупая и все. Можно не чинить пока что. Меня больше интересует ну, конечно же, стена. А, помимо, стены монумент тоже интересно. То, чтобы очень. Строители нужны. надо будет поменять курс на строителей и парочку строителей заказать. Что тут с курсом? Сколько мне? 135 золота, которого у меня нет, да? Ну, это можно решить этот вопрос. Пока что убрать к получению послов. Да и вот это чудеса света я тоже не буду больше строить. Можно будет его заменить. Поставить производство во всех городах. Жилье тоже. Специализированными районами. Вот это. Много чего интересного можно будет поставить. для этого нужно будет не оборонительную тактику учить. На верхнюю террасу ведут лестницы, а по бокам них проведена постоянно работающая цепь подъемников, посредством которых люди, специально назначенные на эту работу, подают воду из Ефрата к деревьям и кустам. Замечательно. Готово чудо света плюс 1 к счету эпохи уже 39 драма и поэзия ускорилась. И деньги изучились. С комфортом печали предаваться позволяет. Супер. 27 ходов. Если за 11 ходов я построю работника и шахту, то в принципе вариант. Вполне себе вариант. Это нужно. Начинаю изучать. И нормально к счету эпохи прибавилось очень даже неплохо. Производство что-ли больше стало? А как мне лучше здесь поступить? Можно в драму и поэзию пойти, но лучше всего за 6 ходов военную традицию и я смогу поменять без затрат денег политические курсы. А потом уже в драму и поэзию пойду. тогда что? Правительственную площадь сначала отремонтировать? А нет, сразу строителей заказываю. Правительственная площадь мне сейчас не так важна, не так нужна. тоже непонятная ситуация. Состоянно держать здесь лучника, но Нанмадо отдавать я не могу никак. Он мне и бонусы дает очень хорошие. здесь две культуры и здесь две культуры. Хотя бы с другой стороны правительственная площадь тоже считается районом правильная, поэтому давайте ремонт. Давайте совершим ремонт. У меня культуры меньше теперь. Хочет мир. Он хочет мир, дает мне денег, дает мне денег. Но если он на Нанмадо не продолжит атаковать, то я не против. Вот это непонятно. Как это работает. Давайте попробуем. Раз он хочет мне денег заплатить, примем. Всегда лучше мир. тем более у меня здесь Женева, которая дает 15% науки. Соответственно у меня сразу забустится наука после заключения мира. И это хорошо. Это просто офигительно. Теперь не надо мне держать здесь лучника. Я его могу перекинуть на Смоленск. Соответственно со Смоленска я могу перекинуть лучника вот сюда. и пойти двумя лучниками разобраться с этим гадом. Я там засел. Все, мир заключили. Сколько мне дает денег? Три монеты. Могу я как-то еще 10 ходов, да, а потом я смогу изменить. хорошо надо будет торговый путь между Смоленском и Санкт-Петербургом проложить здесь как раз дорогу. Опа. Еще одна шахта. Эта шахта как раз получается вот здесь вот, да. И на крабов у меня. Вот, вот теперь нормально на крабов. Чтобы купить строителей дорого уже. Ленцов тоже дорого. Что с деньгами напряженка? Ну, по 13 монет все-таки капает. Не то, чтобы совсем беда. Здесь как только завершится амбар, ситуация тоже наладится. И город начнет дальше расти. До четвертого уровня вырасти через 9 ходов. И за счет амбара будет расти дальше. Можно будет поставить вот сюда еще на пищу. хорошо так развивается. Прекрасно мне нравится. И потом осушить болото. Надо будет купить вот эту клетку. Осушить эти болота. Осушить вот эти болота. Забустить Смоленск тем самым значительно. Здесь конечно ничего особо интересного. Но оливки я могу получать вполне. Их построить. Могу получать оливки. А это удовольство. Правильно же? Да. Плюс две культуры я получаю. Правительственная площадь тоже считается. Супер. Вообще в Санкт-Петербурге все хорошо налаживается. Хоть и были неприятные моменты. Творец дает амбар. лавра лавра дает правительственная площадь дает висячие сады дополнительное жилье. Насчет дополнительного жилья как раз город будет расти еще быстрее. Жильем все хорошо прям все хорошо. Пищи где-то пищи где-то взять. Дополнительная наука. Жахту надо строить по-любасику. Железо прям по-любасику. Давай сразу строители пошли. Как только у меня военная традиция сменится я поменяю политический курс и соответственно строители на 30% быстрее завершаться. Наймутся. Вот так жилья здесь тоже. Ну понятно. Будет жилье не переживайте. Все будет офигенно. Все будет непременно. Строительство Оракула завершили. И лучники идут. Лучники идут. Хорошо. Идете значит буду я вас видеть потихонечку. Ой нормально. Продамажил прям ого как хорошо. Избавлюсь от этого лучника и потом можно будет избавиться от вот этого военного лагеря. Он прям сюда палился. Охренеть. Вот дерзкий какой. Хочет разграбить. Не смей. Не смей вот это вот. Висячие сады мои хотели разграбить. не нельзя. Нельзя нельзя. Ну и все-таки нужно провернуть план по строительству здесь города. При этом надо зачистить вот это все варварами. Проблема все еще актуальна. Война с Педро закончилась. Надмадо отстояли. Теперь у меня оба. Уже небо уже седьмой. Вау. Хорошо. Пророков я менять не буду. Не до этого сейчас мне нужно при строительстве война ими строителей. вот сюда ставим быстрее. Осселенцы убирать пока что не буду. Можно поставить производство еще дополнительно. Еще дополнительно. Давай производство сейчас. А нет сюда не получится. Только вместо вот этого. Нет 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 засада только либо так либо вот так колонизацию пока что убрать а что я планирую все-таки строителей сначала было. Давай уберу колонизацию поставлю производство во всех городах. Это сейчас более приоритетно. вот меняем политический курс. Скоро все-таки я возьму великого пророка. Хотя он тут у кого-то набралось еще неизвестного игрока набралось. Может быть и хрена у меня не получится. военные традиции завершены. Дальше идем в драму и поэзию наверное. Тут надо военные лагеря построить. Нет давай оборонительную тактику. Оборонительная тактика тоже очень важна. Мне нужно построить будет стены в обоих городах а впоследствии еще и еще. Пока что так. Культура и поем нормально за счет вот этого бонуса который дает здесь два здесь два и там два в районах. Если поставить еще здесь один район какой-нибудь после осушения болот район по-любому надо будет строить. Правда не знаю какой точно не Колизей. Кампус может быть возле воды сомнительное мероприятие центр коммерции можно поставить туда. Либо военный военный по-хорошему надо вот сюда ставить. тоже по-сути возле воды. Тогда с этой стороны Педро два раза подумает идти на меня или нет. Педро этот с этой стороны теперь нас прессуют давай атакую непрекращающиеся варварские нашествия. Но ничего отбиваемся вера уже 660 накапало. на город серьезно то есть не грабить пришел и оттуда еще варвары а что происходит да кто они такие да какого фига охренели блин строитель прям изрядно быстрее стал производиться это безусловно офигенно проблема с обработкой металла маленькая такая хотя нет пока нормально пока что более менее а ну ка отсюда я смогу атаковать ни хрена подобного скажу почему они не видят позицию этого дуболома когда их его сзади поджимает там еще лучники ее процеды да откуда их там столько да откуда блин вас там столько что происходит вообще жесть ой жесть давай назад и ты назад вливать на дуболома атакую лучника еще пока дойдет этот сейчас блин будет ломать крушить там их двое я просто да что такое да какого художника кука их я уже заколебался обороняться если честно и лезут и лезут и лезут и лезут гаденыш вот построю здесь шахту по-любому будут ходить ломать и надо лучников прям ставить здесь здесь блин вот здесь прям вот здесь потому что с этой стороны с этой с этой отовсюду лезут отсюда лучника тоже я не могу уводить потому что если педро начнет выделываться тоже проблема хотя с другой стороны я вижу войска и рядом у меня Женева этого гада убить работник готов давай атакую придется реально вверх перекидывать и разбираться с варварами это полное Ж происходит давай еще строители 9 ходов я могу себе это позволить мне нужен этот строитель уводить я тоже блин не могу пока что спи здесь завершено строительство это кстати офигительно жилья теперь хватает город через 13 ходов до пятого уровня апнется просто супер бупер охренительно и я планировал здесь военный лагерь построить да военный лагерь нужен очень нужен и как раз вот здесь вот для него шикарное место переход через реку лагерь будет бить на две клетки вот сюда давай строим чтобы уже не переживать по поводу педры если он ко мне сюда полезет женева нанмадол и здесь бы еще конечно какой-нибудь городок воткнуть вот но не получится просто сюда не плезет между этими тремя городами никак но было бы очень даже неплохо очень даже неплохо было бы сейчас избавлюсь от этих варваров и нужно построить железо железо прям вообще вообще нужно железо капец как избавились теперь создать строй и сюда продвигаемся выйти из строя то что устроить я еще не могу на следующий ход получается давай-ка ты сюда крепиться будем наблюдать будем наблюдать за этим делом поганцы а ты наверное давай сюда там военный лагерь если что прикроет но он еще не достроился конечно но как только будет готов этот Педро кстати послевал на катапульты кучу своих производственных мощностей и теперь что и теперь ни хрена у него город не растет ни один ни второй ни третий хоть у него там и апельсинчики витаминчики есть здесь нужно шахту железо производство два производства вау счет эпохи и сразу обработка завершилась там оставалось 10 ходов супер супер теперь я могу нанимать мечников и мне по-любому один мечник нужен мощный юнит ближнего боя античности уничтожать все эти дурацкие лагеря пастбища у меня нет по что мне тогда изучать здесь все изучено получается навигацию по звездам надо идти либо в инженерное дело вопрос конечно интересный навигация по звездам наверное сначала навигация по звездам потому что порты тоже нужны дополнительные торговые пути за бабки за бабки можно будет много что сделать а тут как изучится оборонительная тактика я построю по-быстрому стеночки давай действительно пока что навигацию по звездам пойдем это важно все теперь ты давай-ка оттуда и топай и крабиков не зафигачишь на крабике это круто ну блин осушить я теперь два не смогу ну хотя бы вот это осушу уже будет неплохо я надеюсь сейчас варвары не выпрыгнут не выскочат какие-нибудь кони и что у вас такое скромное войско ты опять взялся Педрос то есть трое лучников это уже скромное войско получается то было прям великое а теперь скромное это кстати отводить лучников плохая идея на самом деле надо стоять вот здесь на шахте и охранять и вот здесь стоять то есть и эту позицию и вот эту позицию охранять нужно что барбары да барбары гаденыши и великие люди уже достаточно скоро несколько ходов укрепиться на этих позициях никого не подпускать пока что вот так вот Педро тоже непонятная ситуация хотя можно вот этих лучников и повести расстрелять здесь всех врагов потом что-то решить еще с мечниками что по мечникам у нас получается ага могу воинов нанять железа все еще недостаточно у меня потому что только началась добыча но воинов потом за бабки апнуть ну как вариант воины мне по-любому нужны чтобы уничтожать лагеря хоть какие-нибудь или колесница блин колесница слабенькая когда уже конница какая-нибудь конница у меня нету потому что нет пастбищ долго учить давай рыбка производство пища и жилье навигация по звездам продвинулась и изучится через один сходов ошибись а теперь ты вывози может быть тебя вот так да вот так пусть плывет пусть плывет пусть плывет ну и на этом друзья давайте пока что остановимся всем спасибо за просмотры лайки и комментарии счастья здоровья удачи и до новых скорых встреч пока пока